Women Beauty Club Девочки, привет! Сегодня в рубрике «Женские истории» я расскажу вам о сестре Фаины Раневской, Изабелле. О силе очарования её личности и о мастерстве налаживания связей. И это только на одном примере из её жизни. Сейчас бы назвали её мастер нетворкинга, присвоили ей модный такой статус. В общем, вы сами убедитесь. Итак, поехали! Сестра Фаины Раневской, Изабелла, жила в Париже. В силу ряда обстоятельств она переехала в Советский Союз. В первый же день приезда, несмотря на летнюю жару, Изабелла натянула фельдепперовские чулки, надела шёлковое пальто, перчатки, шляпку, побрызгала себя шанелью и сообщила сестре. «Фаиночка, я иду в мясную лавку, куплю бон-филе и приготовлю ужин». «Не надо!» – в ужасе воскликнула Раневская. В стране царили процветающие дефициты вечной очереди. Она понимала, как это подействует на неподготовленную жительницу Парижа. «Не надо!» – «Я сама куплю!» «Фаиночка, бон-филе надо уметь выбирать!» «А я это умею!» – с гордостью заявила Изабелла и направилась к входной двери. Раневская, как панфиловец на танк, бросилась ей на перерез. «Я пойду с тобой!» «Один фунт мяса выбирать вдвоём?» «Это нонсенс!» – заявила сестра и вышла из квартиры. Раневская сделала последнюю попытку спасти сестру от шока советской действительности. «Но ты же не знаешь, где наши магазины!» Та обернулась и со снисходительной улыбкой упрекнула. «А ты думаешь, я не смогу найти мясную лавку?» И скрылась в лифте. Раневская рухнула в кресло, представляя себе последствия первой встречи иностранки-сестры с развитым советским социализмом. Но говорят же, что Бог помогает юродивым и блаженным. Буквально через квартал Изабелла Георгиевна наткнулась на маленький магазинчик, вывеска над которым обещала мясные изделия. Она заглянула вовнутрь, упрыла, в прилавка толпилась и гудела очередь. Потный мясник бросал на весы отрубленные им хрящи и жилы, именуя их мясом. А в кассовом окошке толстая кассирша с башней крашеных волос на голове, как собака из будки, периодически облаивала покупателей. Бочком, бочком, Изабелла пробралась к прилавку и обратилась к продавцу. «Добрый день, месье! Как вы себя чувствуете?» Покупатели поняли, что это цирк, причем бесплатный, и как в стоп-кадре все замерли и затихли. Даже потный мясник не донес до весов очередную порцию так называемых мясных изделий. А бывшая парижанка продолжала. «А как вы спите, месье? А если вас мучает бессонница, попробуйте перед сном принять две столовых ложки коньячка, желательно Хеннесси. А как ваши дети, месье? Вы их не наказываете? Нельзя наказывать детей, можно потерять духовную связь с ними. Вы со мной согласны, месье?» «Да!» Наконец выдавил из себя оторопевший мясник и в подтверждении кивнул. «Я и не сомневалась. Вы похожи на моего учителя словесности. У вас на лице проступает интеллект». Не очень понимая, что именно проступает у него на лице, мясник на всякий случай смахнул с лица пот. «Месье», — перешла к делу Изабелла Георгиевна, «а мне нужно полтора фунта бон-филе. Надеюсь, у вас есть?» «Да», — кинул мясник и нырнул в кладовку. Его долго не было, очевидно, он ловил теленка, поймал его, зарезал и приготовил бон-филе. Вернулся уже со взвешенной и завернутой в бумаге порции мяса. «Спасибо», — поблагодарила Изабелла и добавила. «Я буду приходить к вам по вторникам и пятницам в четыре часа дня. А вас это устраивает?» «Да», — в третий раз кивнул мясник. Расплачиваясь в кассе, Изабелла Георгиевна порадовала толстую кассиршу, указав на ее обесцвеченные перекисью волосы, закрученные на голове в тяжелую башню. «У вас очень модный цвет волос, мадам. В Париже все женщины тоже красятся в блондинок. Но вам лучше распустить волосы, чтобы кудри лежали на плечах. Распущенные волосы, мадам, украсят ваше приветливое лицо». Полищенная кассирша всунула два указательных пальца себе за обе щеки и стала силой растягивать их, пытаясь улыбнуться. Когда, вернувшись домой, Изабелла развернула пакет, Фаина Георгиевна ахнула. Такого свежего мяса она давно не видела. Очевидно, мясник отрезал его из своих личных запасов. «Обон филе надо уметь выбирать», гордо заявила Изабелла. С тех пор, каждый вторник и каждую пятницу она посещала мясные изделия. В эти дни ровно в 4 часа мясник отпускал кассиршу, закрывал магазин, вешал на дверь табличку «Переучёт», ставил рядом с прилавком большое старинное кресло, купленное в антикварном магазине, усаживал в него свою дорогую гостью, и она часами ему рассказывала о парижской жизни, о Лувре, о Бейфелевой башне, о Елисейских полях. А он, подперев голову ладонью, всё слушал её, слушал, слушал. И на лице его вдруг появилась неожиданная, наивная и детская улыбка. Как вам история, друзья? Пишите в комментариях, верите ли вы в силу обаяния, в силу очарования женской мудрости и силу коммуникации. Умеете ли вы налаживать связи со своими мясниками, так называемые? А пока, до новых встреч! Подготовила следующую для вас историю, не менее интересную. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова